Украинские пенсионеры начали получать повышенные выплаты. В очередях на почте только и разговоров, кому сколько прибавили. Кто-то с суммой доволен, а кто-то разочарован. От чего зависит размер выплат, узнавали наши корреспонденты. Две тысячи, три тысячи, три тысячи и вот это мелочь. Хорошо тебе добавили, больше тысячи. Деньги в руках пенсионерка Анастасия Шклорова полученным довольна. Тысячу семьсот была, а у меня рабочего стажа вот так. Я на реле автоматики проработала 35 лет. Пересчитывает деньги, не отходя от кассы и надежно прячет поглубже в сумку. У Зинаиды Титаренко 50 лет трудового стажа. За работу на хлопкопредельной фабрике получила 1200 гривен повышения. Если бы цены были дешевшие, то было бы хорошо. 36 лет у вас было замечательно, это уже не первый раз. Желающих узнать, сколько денег теперь получат, столько, что техника контакт-центра пенсионного фонда не выдерживает. Яки дякували, яки дуже счастливі з того підвищення, особливо шахтарей. Сколько кому прибавили – самая обсуждаемая тема среди пенсионеров. Довольны не все. Что это за пенсия? 130 гривен. Люди ждали, чтобы получить, да, что мясо хотя бы купить. Ну, хотя бы 500, 300. Небольшое повышение пенсии означает, что труд был неквалифицированным или мало ли от стажа. Сегодня пенсионная реформа дала возможность чувствовать тем людям, которые имеют великий стаж работы. То есть люди суттєво чувствовали это повышение. Основные параметры – это стаж и заработная плата. И, в зависимости от этого, пенсии могут быть увеличены и даже суттєво. Пенсию повысят всем без исключения, даже тем, кто получал меньше всех. Минимальная пенсия выросла на 140 гривен, а остальным прибавку пенсионный фонд рассчитывал индивидуально. Оксана Щербина, Константин Слюсар, Владислав Смеленец. Специально для телеканала «Донбасс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова